привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и мы продолжаем серию роликов про движение шара по разным поверхностям с хорошим сцеплением и этот ролик будет вторым и он посвящен тому как движется шар на вращающемся столике для опыта нужен столик и мы используем в качестве него старый электропроигрыватель но проигрыватель вращается сам с частотами 33 и 45 оборотов в минуту а нам надо чтобы вращался побыстрее мы будем раскручивать его диск рукой наклеили сверху пеноплекс положили резину теперь я могу раскрутить до 200 оборотов в минуту а теперь я кладу на этот столик шар даю ему раскрутиться и наблюдаю за его движением и мы видим что шар практически лежит на одном месте но потом начинает раскручиваться по такой спирали при этом совершает обороты медленнее чем это делает диск из конце слетает с диска может показаться что раскручивание спирали происходило из-за того что столик замедлял свое вращение и хорошо бы все таки поддерживать частоту вращения постоянной и с этой целью мы сделали такое устройство взяли фен раскручиваем столик а потом включаем фен и он поддерживает частоту постоянной течение довольно большого времени ну понятно что шарик надо положить подальше от струи и снова наблюдать за тем как он себя ведет видно что шар дрейфует постепенно к центру диска а потом начинает раскручиваться так что движение воспроизводится но в опытах с феном мы можем добиваться большей точности в измерении частоты вращения у этой задачи достаточно длинная история ей посвящено несколько статей в научных журналах в 2016 году такая задача была включена в комплект международного турнира юных физиков ей занимались молодые люди на всех континентах почти год назад о движении шара на вращающемся столике снял свой ролик стив молд и тогда же мы вслед за стивом тоже засняли свой но с нашей сегодняшней точки зрения нам представляется что объяснения все которые мы слышали и давали сами были недостаточно физичны и сегодня мы таки попытаемся дать объяснение удовлетворяющие нас ну на текущее время и для этого мы начнем с того что заснимем движение шара сверху и сделаем трассировку и вот шар начинает двигаться по окружности только сама эта окружность постепенно расширяется и ее центр также постепенно сдвигается к центру столика окружность становится и больше и больше но и так пока шар не вылетит со столика и поскольку мы видим что в нулевом приближении шар движется по окружности с постоянной скоростью мы сразу же можем сделать главный вывод это означает что шар испытывает постоянные центро стремительные ускорения и на него действует постоянная сила перпендикулярная к скорости ну и соответственно так получается что она направлена к центру окружности и вот эту силу мы будем искать в нашем теоретическом построении и я начну с уравнений движения как это было сделано и в предыдущем ролике где рассматривалось движение шара по доске движущейся поступательно но с ускорением и для этого веду обозначение вот у меня столик он вращается с постоянной угловой частотой которой обозначу омега большое ну и веду радиус вектор от центра столика до центра шара по его горизонтальную проекцию обозначу ее а на второй картинке нарисовал столик внизу по нему катается шар ось вращения направлена туда туда же направлена и его угловая частота которую обозначу омега малая и есть еще вот такой радиус р который смотрит из центра шара всегда вниз и тем самым является величиной постоянной теперь уравнение движения первое второй закон ньютона сила равняется массе на ускорение на ускорение обозначу как вторую производную радиус вектора f равняется m на r с двумя точками соотношение векторное и теперь для вращательного движения здесь мне нужно написать момент силы которые есть произведение плеча сила действует на шар у нас со стороны столика где-то здесь внизу между шаром и столиком да она направлена и она заставляет этот шар изменять свою угловую скорость значит момент r на f здесь стоит у нас векторное произведение равняется момент инерции и умножить на угловое ускорение ну я его обозначаю мне удобнее обозначить не эпсилон а омега с точкой вот два уравнения а теперь еще как это опять же было сделано и в предыдущем ролике я подставлю первое уравнение во второе ну и получу на произведение большое на малое с двумя точками равняется и на омега с точкой и теперь нужно все это физически истолковать и с этой целью мы дополним формулу картинкой изображающий эти три вектора вектор с двумя точками это вектор ускорения центра шара шар катается по столику и ускорение направлено всегда параллельно с поверхности стола вектор р большое глядит вниз от центра шара на столик но поскольку здесь стоит векторное произведение то вектор углового ускорения омега с точкой оказывается перпендикулярен этим двум вектором он тоже лежит в плоскости стола ну и таким образом все три вектора перпендикулярны между собой сейчас мы отсюда извлечем и некоторые физические следствия если сила со стороны столика направлена перпендикулярно оси вращения то шар ускоряет или замедляет свое вращение и об этом уже рассказывали в нашем предыдущем ролике про движение шара по поступательно движущейся доске а теперь главная мысль этого ролика за счет вращения столика у шара появляется и другая возможность пусть сила действующая на шар со стороны столика направлена вдоль оси вращения шара если бы шар не вращался его ось наклонилась бы только но шар вращается и из-за гироскопического эффекта его ось будет не только наклоняться но еще и прицессировать в горизонтальной плоскости причем тем быстрее чем быстрее вращается шар теперь небольшое математическое замечание поскольку все три вектора на этой картинке перпендикулярны друг другу мы можем обойтись без вектора и алгебры двойного векторного произведения формулы бац минус цап а сразу взять и выразить вектор р с двумя точками через векторное произведение векторов омега с точкой и р и записать результат вот в таком виде он нам сейчас пригодится здесь я еще раз переписал динамическое соотношение которое мы только что получили а теперь мы займемся кинематикой и рассмотрим условия полного сцепления столика и шара как мы это делали и в прошлом ролике ну это условие нам говорит что скорость которая движется точка столика соприкасающаяся сейчас шаром должна совпадать со скоростью точки шара в том месте где шар касается столика ну и поехали скорость для столика это угловая скорость вращения столика омега большое умноженное на расстояние от центра столика до точки касания она обозначена здесь а с другой стороны у нас скорость точки шарика и она складывается из той скорости с которой движется центр шара поступательно но это есть р с точкой первая производная и плюс к этому добавляется та скорость который приобретает вращающийся шар нижняя точка вращающегося шара в системе отчета связанной с центром масс шара но и она равна омега малая умножить на радиус шара который смотрит вниз но теперь смотрим и здесь видим такую конструкцию омега с точкой на r а здесь конструкцию омега на r чтобы у меня здесь получилось конструкция мега с точкой и я использовать мог верхнее уравнение надо взять и продифференцировать вот это условие сцепления по времени она у нас было условие для скоростей мы перейдем от него к условию для ускорений здесь у меня появится с точкой то есть скорость здесь с двумя точками ускорение а здесь появится омега с точкой то есть угловое ускорение шара ну и теперь мы можем вот это хозяйство выразить как мр квадрат делить на и у нас такая конструкция уже была множить на с двумя точками и сюда поставить подставляю все вот это переписывается а здесь у меня получается мр квадрат делить на и умножить на r с двумя точками ускорения значит вот это с двумя точками я могу вынести как общий множитель и перевыразить и все остальное вот ей получаю что р с двумя точками равняется и снова конструкция из предыдущего ролика и момент инерции делить на и плюс мр квадрате и умножить на такую скобочку угловая скорость столика омега большое умножить на р с точкой на скорость центра шара смотрим и видим что ускорение шара перпендикулярно его скорости а это и есть условия движения по окружности ну стало быть куда ускорение туда и сила она здесь центра стремительная ну и еще удобно взять или переопозначить вот это омега угловая скорость вращения столика умножить ее на вот это хозяйство на и делить на и плюс мр квадрат и это дело обозначить как омега с точкой но тогда у нас уравнение совсем коротко перепишется р с двумя точками есть векторное произведение омега со звездочкой умножить на р с точкой и это означает что шар совершает круговые движения по столику который вращается с угловой скоростью омега сам при этом вращаясь с угловой скоростью омега со звездочкой которая очевидно меньше чем омега ну вот в некоторое число раз и нам нужно теперь это число выразить момент инерции пустотелой сферы составляет две трети от мр в квадрате и и получается что отношение частот равняется двум пятым а это означает что на один оборот шара по своей орбите столик должен совершать два с половиной оборота а для сплошного шара момент инерции составляет две пятых от мр квадрате соответственно отношение частот будет равно двум седьмым и на один оборот шара столик должен совершать три с половиной оборота и все это можно проверять на опыте посмотрим теперь на движение полой сферы шарика от пинг-понга черточка наверху пол оборота оборот диска полтора оборота 22 с половиной и орбита шарика тоже замкнулась в этот момент отношение частот составляет пять к двум как и предсказывала теория а теперь сплошной стальной шарик пол оборота диска оборот полтора два два с половиной три три с половиной орбита шарика замкнулась отношение составляет семь к двум опять-таки отличное согласование с теорией и вот теоретическая модель движения шарика на вращающемся столике построена она сопоставлена с результатами эксперимента видно что имеется отличное согласие но есть и некоторые расхождения в теории мы получаем что шарик должен или стоять на месте если мы его отпустим с нулевой начальной скоростью или если мы придадим ему сразу какую-то скорость двигаться по окружности но радиус этой окружности не должен меняться а в опыте мы видим что радиус окружности становится все больше и больше и необходимо объяснить это увеличение радиуса вот эту расходящуюся спираль имеется статья людей которые исследовали этот вопрос они объясняют это увеличение наличием силы трения качения надо отличать ее от собственно силы сцепления это та самая сила которая затормозит шарик если мы катнем его по неподвижной поверхности из-за чего он остановится ну статья достаточно сложная и мы не будем сейчас ее разбирать наверное это все таки выходит за рамки нашего ролика а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса и в этот раз он будет таким я приготовил шарик расставив точки на его поверхности чтобы его движение было лучше видно и теперь я раскручиваю столик и кладу шарик поближе к центру и мы заснимем его движение сбоку и вот мы видим весьма своеобразное поведение его оси вращения спрашивается что же с ней происходит ваше соображение на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе